Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вы смотрите канал Своя Закваска. Сегодня чисто практическое видео по обезроживанию козлят. Самодельным термокаутером, который представляет собой железную трубку диаметром 15 миллиметров с заточенными краями и произвольной ручкой. Также для этой несложной процедуры нам потребуются обычные ножницы и любое обеззараживающее средство. Я пользуюсь термицином. Похожие средства, вторая кожа, чими-спрей, алюми-спрей и многие другие. Также необходимо устроить нагрев термокаутера. Мы пользуемся горелкой, подсоединенной к газовому баллону. Сначала подготовим животное. Срежем шерсть в области рог. Процедура обезроживания делается на 4-7 сутки от рождения. Можно, конечно, и в трехнедельном возрасте обезрожить, но это будет очень болезненная процедура и будет долго заживать. Надо попасть в период, когда уже видно, что козленок будет рогатый, но рога при этом еще не тронулись в рост. Некоторые советуют делать эту процедуру на голодный желудок, но опытный козовод, у которого я училась обезроживать, говорит, что это не важно. Греем каутер. Готовность к работе можно проверить нажатием на деревянную доску. Должен быстро обуглиться круг. Глазами наметим центр рога и спокойным, но концентрированным движением прижимаем каутер к области рога. При этом голова козленка должна быть крепко зафиксирована. Время прожигания кожи где-то 6 секунд. Можно помочь вращательными движениями. Если каутер хорошо разогрет, крови не будет. Затем делаем проверку на отделение кожи от кости. Она должна свободно двигаться. Если нужно, подправляем и еще раз проверяем. Некоторые снимают центральную крышечку и это место дополнительно прижигают. Я, честно говоря, не увидела эффекта от такой процедуры. Более того, если крышечку не снимать, на мой взгляд, рог зарастает гораздо быстрее. Далее обработаем любым обеззараживающим средством и все. После удачного обезроживания где-то через месяц крышечки отпадают и это место постепенно затягивается кожей и обрастает шерстью. При таком обезроживании козлята чувствуют боль в течение 6-10 секунд и после процедуры остаются активными, как будто ничего не произошло. Я считаю этот метод обеззараживания самым гуманным, чего, конечно, не скажешь о химической пасте и о резинках для кастрации. К сказанному еще хочется добавить, что когда обеззараживаешь термокаутером впервые, нужно помнить, лучше не дожечь, чем пережечь. Подправить всегда можно, а вот перегрев для головы очень опасен. Так что первый раз лучше прижечь несколькими кратковременными сериями. Когда рука набьется, появится внутреннее чувство, когда надо убрать каутер. Честно говоря, у меня еще такого чувства нет. И еще, если козленка приходится держать, закрывая нос, необходимо дать ему подышать между сериями прижигания. Как узнать, что козленок будет рогатый? В самом центре рога кожа крепко держится на кости и ее невозможно подвигать. У камолого козленка кожа в области рога двигается в любую сторону. А еще у рогатых козлят на месте будущего рога шерсть закручивается в виток. Обычно к третьему-пятому дню становится точно понятно, кто камолый, а кто рогатый. Вот так выглядит голова козочки сразу после обезроживания. А вот так после зарастания. Чистая головка без каких-либо осколков рогов. Осколки могут расти на недожженном роге. Смысл термического обезроживания – прекращение питания рога, которое осуществляется через кожу. Если кожа в каком-то месте не прожглась до кости, то питание в этом месте не прекратится и будет расти часть рога. Их называют осколками. Для козликов обычный диаметр термокаутера не подходит, так как область питания рога шире и поэтому они обезроживаются в виде восьмерки. Но при этом надо следить за тем, чтобы каутер был хорошо разогрет. Если не догреть, пойдет кровь. Но, как я уже говорила, это относится и к обезроживанию козочек. Таким способом обезроживания я еще не пользовалась, но при случае обязательно сниму отдельное видео на эту тему. Надеюсь, эта информация найдет своего слушателя, а я благодарю вас за просмотр и всего вам самого доброго!